всем привет с вами Хайло из Далласа и как я обещал сейчас я вам расскажу как так получилось что республиканцам очень важно бороться с эмиграцией и с абортами пару десятков лет назад у республиканцев было несколько таких достаточно важных советников и вот что именно советую значит первое это было перекроить избирательные как бы региона до избирательные участки вот такой системе чтобы даже при преимуществе демократической партии на территории штата получалось что власть в штате имеет республиканцев чтобы хотя бы вот на один голос но был было преимущество республиканцев чем они занялись в последующие годы и перекраивали вот все эти штаты в которых они приходили к власти да то есть достаточно в каком-то штате республиканской партии прийти к власти они сразу перекраивают все округа и дальше уже борьба с ними невозможно на уровне штата более того это дает как бы преимущество их партии на выборах федеральных федеральных то есть сенат президент и так далее теперь второй совет который дали им сказали что если они хотят сохранить америку белой да чтобы вот белая прям белой были вот в преимуществе все время в большинстве как бы и соответственно ну были такими избранной расой скажем так то надо сделать две вещи во-первых ограничить доступ иммигрантов сша потому что чтобы вы не делали вы не можете сделать дискриминационные законы в которые скажут вот мы типа из европы пускаем больше а из африки пускаем меньше то есть вы не можете сделать таких законов вы можете манипулировать законом как-то очень на таком уровне что было совсем незаметно так вот и иммиграционное законодательство это не позволяет сделать поэтому республиканцы кстати не заинтересованы в проведении какой-то иммиграционной реформы где появятся какие-то законы по которым будет открыта иммиграция в сша они только заинтересованы блокировать иммиграцию сша то есть проводить какие-то законы которые будут ограничивать въезд определенным категориям людей сша этим вот трампом банк вот этот знаменитый его на арабов на африку это вот их любимая тема а как по южной америка как бы они прочитали что вот этот вот иммиграция из южной африки из африки из южной америки и всяких азиатских арабских стран достаточно короткий период времени несмотря на все ограничения вот эти люди они как бы станут большинством там нет какой-то определенной расы но белых станет меньше чем цветных сша и тогда белые потеряют вот свою вот эту привилегию быть главными то есть они считают что цветные господа смогут и дома смогут объединиться по этому расовому признаку и начать отменять все российские законы в сша несмотря на их принадлежность к той или иной партии этого кстати не происходит на данный момент то есть мы знаем людей из индии которые присоединяются совершенно российским течением республиканской партии и чувствуют себя там нормально но это забегая вперед окей это вот первый факт и второй факт это что рождаемость у белого населения она гораздо ниже у белого богатого населения скажем так она гораздо ниже чем у цветных иммигрантов то есть обычно цветные иммигранты имеют гораздо больше детей а белые женятся поздно зачастую когда залетают избавляются от детей достаточно высокий уровень бесплодия есть среди белого населения и как был во многих семьях вообще никогда не появляются дети но там в студенческом возрасте когда залетают они делают аборты и так далее так далее так далее и стало понятно что надо вести борьбу за всех белых детей соответственно не то чтобы их потом обеспечивать дают то есть девочка 15 лет залетела она должна вдруг вот по нашим новым техасским законам она должна рожать потому что иначе это преступление ее могут посадить в тюрьму за аборт там она должна рожать и вот чего она будет потом делать со своим образованием что она будет делать с этим ребенком никого не интересует денег на выращивание ребенка и на ее там последующее образование никто не дает так что вот такая вот фишка поэтому очень важно для республиканцев запретить аборты очень важно для республиканцев ограничить иммиграцию теперь то что мы говорим почему там девочка вот не получила образование там это это для них не аргумент да вот она пошла родила теперь она мама и все и учиться она на этом на этом этапе перестала она мать-одиночка и у нее куча проблем с ребенком и ей не до учебы почему их нет не интересует потому что есть другая фраза используемая республиканцами которая говорит что надо держать народ бедным и глупым это еще одна теория по которой республиканцы сохранятся и большинством чем глупее и беднее народ тем больше он голосует за республикации или полицейские тут надо стоять они часто тут стоят они ищут даже если 80 тут ехать они вас не тронут по идее они ищут тех кто больше 90 ездит потому что там серьезные штрафы наказания уже ну это в техасе в других штатах я не уверен по каком принципе вот так что основные каноны республиканской партии в принципе они полностью борьба с любой социалкой в сша потому что задача республиканской партии это содержать как можно большее количество населения бедным глупым максимально ограничить иммиграцию любую все равно откуда потому что опять же приедет же население которое не не глупое и оно становится богатым по статистике население иммиграционные вот эти вот ну люди которые мигрируют сша они первые же свои годы начинают платить налогов больше чем коренные жители сша у них обычно образование ну по крайней мере не хуже чем у населения сша они работают зарабатывают гораздо лучше чем население сша и зарабатывают гораздо лучше чем основное население сша да я вам уже как-то говорил что большинство коренных жителей сша зарабатывают в районе сорока тысяч вы будете смеяться но вот это это факт это большинство населения не является каким-то дико богатым оно как раз живет вот во всяких в дырах всяких где плохое образование где очень высокая религиозность кстати тоже один из факторов влияющих на хорошее положение республиканской партии это чем выше религиозность тем лучше для них вот так они живут вот в этих районах достаточно бедных но у них там есть либо под родителей доставшееся жилье какое-то либо можно купить там облком за такую зарплату поставить его на земле которая практически ничего не стоит вот они там живут зачастую купить можно что-то очень дешево там за сто тысяч и им их не хватает вот сорока тысяч на семью им вполне хватает на жизнь а больше им ничего не надо амбиции у коренного населения сша очень низкие окей и вот как раз то что я говорю keep them dumb keep them poor keep them religious а дальше уже они подгоняют все законодательство как им надо когда их выбирают они уже смогут и как-то и ограничить права черных ну цветных в принципе в основном черных потому что к остальным это уж прям совсем заметно будет а у черных есть какие-то факторы по которым можно их ограничить и так далее так далее так далее вот так вот республиканской партии кажется что она представляет половину населения сша на самом деле это далеко не так с вами был Михаил из Далласа всем пока отель